У Ирины Тимошенко маленькая дочь. Еркутянка признается, кишечные инфекции не обходят их стороной. Чаще всего это случается летом, когда ребенок много гуляет на улице. Например, недавно девочка подхватила кишечную инфекцию, но мама вовремя дала ей необходимые лекарства. На следующий день стало намного легче. То есть ребенок уже начал улыбаться, уже ушли боли, которые были изначально в первый день. Педиатры говорят, кишечная инфекция – одни из самых распространенных заболеваний в детском возрасте. Впереди них лишь ОРВИ. В большинстве случаев заражение происходит из-за того, что порой ребенок и его родители пренебрегают правилами личной гигиены. Врачи советуют своевременно лечить заболевания. Основным методом лечения все-таки это дезинтоксикационная терапия и энтеросорбенты. По поводу энтеросорбентов очень широко используется препарат полисорб. Он разрешен как детям, так и взрослым. День-два-три ты его пьешь, и на третьи сутки все-таки токсины, какие-то возбудители, флора вся начинает из организма элиминироваться. При подозрении на острую кишечную инфекцию детей любого возраста необходимо срочно обратиться за консультацией к врачу-гастроэнтерологу или педиатру. Отсутствие этого лечения может спровоцировать развитие серьезных осложнений. Среди них септическое состояние, шок из-за паралича сосудов. На фоне бактериальной интоксикации острая почечная и сердечно-сосудистая недостаточность, обезвоживание организма, а также другие последствия болезни. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Новости сейчас.